девчонки всем привет перед началом видео хочу рассказать о канале мисс литка очень интересный канал много интересных видео полезных видео переходите смотрите ссылочка будет в описании под видео на канале вы найдете наращивание ногтей покупки интересные комбинируемый маникюр подготовка ногтевой пластины покрытие гель-лаком и много-много всего другого и так начнем сегодня мы будем делать кисть для градиента из самой первой попавшейся кисточки которые я нашла у себя дома это кисть я взяла у дочки из набора по рисованию по номерам она синтетическая у нее подходящий ворс и будем из нее делать кисть для градиента и так берем тоненькие ножнички и начинаем отрезать волоски объясню как отрезать волоски потому что кажется что это легко но на самом деле в свое время я запорола очень очень много кисточек смотрите от железной штучки вот этой мы отступаем расстояние примерно полтора два миллиметра у нас обязательно должна быть ступенька для чего нужна эта ступенька для того чтобы кисточка в разные стороны не махрелась была плотного раздержала тот который у нас рейденький будет на кончики и так делать гораздо удобнее еще один маленький секретик когда я делала кисть для градиента раньше я не понимала почему с каждым разом кисточка у меня становится все уже уже то есть я убрала рядочек волос с одной стороны переворачиваю убираю еще один рядочек с другой стороны каждый раз очищайте лишние волоски чтобы вам было видно насколько кисточка уже тоненькая точнее не тонкая а редкая и периодически смотрите в торец кисти то есть переворачивать ее об очко и проверяйте вот так и проверяйте какой она толщины так вот почему же мне не получались кисточки да все потому что я начинала резать прям с самого края не режьте первые хотя бы три волоса с боков потому что каждый раз вы хотите как бы снять толщину но на на самом деле убираете еще и ширину то есть от краешка мы всегда отступаем 3-4 волосинки и начинаем срезать кисточка по бокам она и так тоненькая она же приплюснутая поэтому нам они эти волосики совершенно мешать не будут при выполнении нашего градиента в общем то все несложно просто стрель подстригаем по рядочку переворачиваем подстригаем при дочку с другого краешка и каждый раз смотрим по толщине нашу кисточку когда она нас устраивает по толщине по ширине конечно проверяйте если волоски какие-то вы выбились вы это увидите мы начинаем ее филировать я думаю все когда-либо филировали челку или волосы или какую-то прическу поэтому вам это будет сделать несложно мы делаем редкими определенные места ну это примерно через волос через два и знаете как мы не подстригаем а просто выщипываем самым-самым кончиком ножничек выщипываем чтобы у нас были такие кое-где просветики между волосками но не все просветы нам же нужно будет чем-то мешать наши пигменты вот такая кисточка у нас получилась перед началом работы я обязательно хорошенько ее очищу сегодня мы будем выполнять гради 2 градиента розово-оранжевый и фиолетово-розовый один градиент я уже выполнила этой кистью которую мы сделали с вами только что итак начнем по порядку кисточка напомню она у нас мягенькая чистенькая под нашу рабочую поверхность то есть это ручки клиенты или типсы мы обязательно кладем салфеточки салфеточку для того чтобы постоянно вытирать кисть салфетка должна быть тоже сухая и чистая наносим гель-лаки подходящих цветов стык в стык почему мы сегодня делаем неоновый градиент да потому что неоновые гель-лаки между собой лучше всего перемешивается и меньше всего видно погрешности на самом деле это самый простой градиент и так начинаем сверху под углом 45 градусов приблизительно мы проходимся по всему цвету стежочки у нас очень маленький и коротенький тянем аккуратненько пигмент работаем провели по ногтю отпустили провели отпустили посмотрите видите бороздочка образовалась после розового гель-лака в переходе за самый-самый кончик розового гель-лака мы тянем его на коралловый не знаю почему на видео оранжевый должен быть коралловый тянем и перемешиваем как бы гель-лаки представьте что вам просто нужно перемешать границу одного гель-лака с другим также вы стягиваете пигмент вниз до самого конца уже на первом слое получается вот такая красота обязательно вытираем кисточку просушиваем наш первый слой и второй слой добавляем для плотности чтобы кое-где мелкие погрешности проплешинки у нас были видны не видны наносим розовый гель-лак стык нему наносим коралловый и 3 это у нас оранжевый хотела бы поговорить о том какие гель-лаки подойдут для градиентов девочки на самом деле абсолютно не всем потому что гель-лаки должны быть не густые а это обязательно и хорошо пигментированные вот это два самых главных условия если гель-лаки будут густые они не будут друг другом хорошо перемешиваться они то есть будут как сметанка и будут видно у вас бороздочки перехода из одного цвета в другой а если гель-лаки будут слишком уж жидкие то чаще всего они не особо пигментирован то есть пигмент тоже должен быть чтобы нам не делать градиент в сто пятьсот слоев вот у нас сейчас например градиент выходит в два слоя в принципе можно было бы сделать и в один но я как-то привыкла делать в два и это очень быстро на самом деле я делаю градиент за полчаса примерно на всех десяти ногтях особенно уж неоновыми гель-лаками и так второй градиент у нас будет переход из фиолетового цвета далее у нас пойдет такой ягодный цвет интересный и последний будет цвет фуксии розовый яркий но не флюоресцентный и мы продолжим проверяем так опять же чистоту кисточки кладем салфеточку под ручку общем все как всегда еще девчонки хотела рассказать вам почему после курсов например девочки говорят да что мне самой дома учиться я пойду на курсы меня там научат градиент любой преподаватель любой мастер который умеет делать градиент вам скажет что градиент это прежде всего практика 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 еще раз практика почему у вас градиент получается после курсов например да потому что вы там целый день сидите и градиентите ни на что не отвлекаетесь а дома вы работаете или там на работе в салоне вы работаете и вы не можете целый день уделить тому чтобы отрабатывать именно технику перемешивать разные гель-лаки подобрать идеальную консистенцию для вас именно для гель-лаков вот я вам сказала что беспроигрышный вариант это гель-лаки средней консистенции с высокой плотностью вот сейчас я делаю например гель-лаками близ и верхние у меня тертио гель-лак фиолетовый самый верхний цвет на самом деле на ногти когда я делаю градиент занимает меньше всего потому что он меньше всего места как бы пространство потому что он растягивается на все остальные и если вы сильно много накрасить и верхним цветом то тогда у вас получится что в градиенте только первый ваш цвет а все остальные так сказать он затмил их в общем девчонки нужно тренироваться практика практика еще раз практика градиент это только практика и любая самая старая выстраженная кисть который вам будет удобно видите я ее сделала из самой первой попавшейся подручной кисточки чтобы показать просто принцип вы можете сделать кисточку и пореже и потоньше чтобы не у вас был может быть вам так будет удобнее но я показала какой кисточкой работаю я когда выполняю градиент на клиенте и конечно же подходящие гель-лаки и по цвету например градиент сделать из белого в бежевый очень сложно кисточкой и так вот такие градиенты у нас сегодня получились выполнили их мы кисточкой пишите в комментарии если вам видео было полезное ставьте лайки конечно же и я оставлю ссылочку на свой канал в инстаграме переходите туда если хотите посмотреть мои работы пишите мне я вам отвечу всем пока пока пока